мне часто нужно измерить АЧХ динамиков и чтобы не строить колонку каждый раз и потом думать как колонка влияет на собственно этого измеренного АЧХ я построил стенд стенд у меня кусок фанерки дыра в стене специально выбрал такую стену возле которой минимум мебели чтобы она была максимально прямая сюда можно устанавливать динамики тут у меня провода с крокодилами тут два контакта которыми я цепляю усилитель с другой стороны дырка идет в кухню здесь я устанавливал решетку чтобы это все было не слишком уродливо под решеткой можно взять эту самую дыру фанерка прикручена к стене и между фанеркой и стеной я сначала затолкал оконные уплотнители а потом в попытках исправить проблемы еще и герметик силиконовый к сожалению с этим стендом есть несколько проблем сейчас я вам о них расскажу первая проблема связана с тем что фанерка слишком тонкая я установил динамик проблема была в том что этот динамик колеблется относительно стены весь целиком сейчас я эту проблему существенно ослабил потому что здесь силикон он видимо все хорошо поглощает но поначалу эта проблема была настолько серьезная что мне приходилось с ней бороться подвешиванием груза с обратной стороны динамика чтобы утащить эту частоту вниз то есть он резонировал где-то на частоте порядка 100 герц вот если к нему например сзади прилепить вот такой магнит поверх его собственного магнита то это помогало снизить частоту там в район 70 герц и там уже по крайней мере можно быть уверен что это особенность стенда не динамикой что динамик нам работы в поршневом режиме все динамики в общем примерно ожидаем как себя ведут проявляется эта проблема вот вот эта особенность это вот связано с резонансом корпуса динамика относительно стены вторая проблема проявляется на маленьких динамиках маленькие динамики я туда устанавливаю в то же самое посадочное отверстие с помощью вот таких вот адаптеров которые я печатаю на 3d принтере вот эта вторая проблема выглядит как такой провал потом подъем на частоте порядка двух килогерц этот динамик шибко неровный поэтому может показаться что это не проблема стенд а проблема динамика я на самом деле точно не знаю но по-видимому это проблема динамика динамика кстати вот этот очень маленький смотрим на следующем динамике но здесь немножко не та частота динамик вот этот проблема это динамика или стенда не знаю следующий ярко выражена в районе двух килогерц провал потом ровненько следующий опять та же хрень вниз потом вверх на этом динамике это я увеличиваю увеличиваю размер динамика следующий динамик так это тут же самое добрый этот еще больше опять два килогерца меньше но все равно есть не может быть такое что вот у этих всех динамиков проблема в одном и том же месте у этого вроде тоже есть но там трудно понять вот следующий попробуем потом посмотрим на этот здесь все относительно неплохо то есть я затрудняюсь сказать это реально проблема динамика или проблема стенда первое что мне пришло в голову это что виноват адаптер для этого динамика использовал этот адаптер особенность есть для этих трех динамиков я использовал вот этот адаптер на этом особенности практически не было на этих двух есть для этого динамика он потребовал своего собственного адаптера на нем тоже есть этот динамик тоже потребовал адаптера у него очень хитрая форма на нем проблемы почти нет на этом тоже проблема почти нет для пущей убедительности я налепил на некоторые адаптеры тесто пластилин он должен был как-то повлиять на эту особенность ну сдвинуть ее чистоту например или амплитуду поменять но изменения практически не было то есть я сделал это на этом адаптере на этом адаптере не помогает так что адаптер видимо не виноват хотя не совсем понимаю давайте думать дальше следующая мысль была что это резонанс самой фанерки это звучало очень убедительно особенно учитывая что когда я постукивал по этому месту у меня в спектроанализаторе в реальном времени как раз вылезал пик в этом месте однако я его залепил силиконом он стал гораздо более надемпфированным чувствуется что больше не звенит но особенность не исчезла то что получается фанерка не виновата еще я пытался в реальном времени вот так вот металлом тыкать когда там динамик стоял я в реальном времени смотрел а чх вот так вот тыкать в эту пластину чтобы погасить эти колебания но опять же я не видел никакого эффекта то есть резонанс самой фанерки нет похоже что это не оно что еще может быть может быть это вот этот край как-то виноват а может быть вот этот край как-то виноват но тут не совсем понятно потому что проявляется только на очень маленьких динамиках на динамике побольше как-то вроде нет то есть может быть этот край давайте проверим идея на заранее в реальном времени приставим конечно ну никаких изменений ну вот гилья этот борт я пытался облеплять тесто пластилином думаю что может быть от него идет какое-то хотя такое гигантское там но тоже нифига не помогает зато если я это перекручивал на мою сферическую колонку то там этого этой особенности не было в общем так для меня и остается загадкой что это такое да еще микрофон я сначала думал что это может быть как-то с микрофоном связано но заменил микрофон нет та же хрень ничего не меняется в общем если у вас есть какие-то идеи откуда эта хрень берется или может быть это реально проблема динамика я не знаю но почему тогда у нескольких динамиков одна и та же проблема мне это в голове не укладывается в общем пишите в комментариях что думаете будем решать я не знаю с таким стендом дальше что-то мерить как-то напряжно